Конгресс педиатров СНГ ранее проходил в Астане, в Кишиневе, также в Минске и Киеве. Встреча ведущих детских врачей в Олимпийской столице даст новый импульс для развития педиатрической службы всего Краснодарского края, уверены сочинские медики. Определенной тематики у Конгресса нет, ведь педиатры решают вопросы из разных областей. Разбираться они должны как в кардиологии, так и в гастроэнтерологии, поэтому обсуждают здесь все без ограничений. Обмен опытом и выработка единых подходов к решению проблем и есть задачи научного мероприятия. Ситуация в отрасли здравоохранения непростая в каждой из стран Содружества. И единственное, что может улучшить показатели и сделать население более здоровым, это предупреждение болезней, уверены участники. Если бы мы, врачи, могли себе позволить заниматься не лечением, а профилактикой, безусловно, это бы упрочило и укрепило здоровье детей. Не все можем сделать мы, врачи, с помощью нашей медицинской техники, с помощью лекарств. Некоторые вопросы, к сожалению, а может быть и не к сожалению, а к счастью, могут быть решены с помощью и законодательных инициатив. О профилактике детских заболеваний и решении этого вопроса на законодательном уровне говорила и Людмила Козлова, член Совета Федерации страны, представляющая комитет по социальной политике. О том, что болезнь легче предотвратить, чем лечить, повсеместно говорят и сочинские медики. На курорте работают десятки профилактических программ, одна из которых – каждому сочинцу «Олимпийское здоровье». А новшество в этом направлении – флеш-мобы «Здоровым быть здорово». Для детей же на курорте работает отдельная программа «Здоровята». А год назад в городе открылся детский центр здоровья, специалисты которого на специальных автобусах регулярно посещают все уголки Большого Сочи. У нас получается полный комплекс всех возможностей для того, чтобы быстро очень обследовать детское население и отобрать тех детей, которым точно, срочно нужно бежать в поликлинику с родителями, тех, у которых есть какие-то факторы риска. Естественно, я думаю, что у каждого родителя есть вопросы по тому, как сделать своего ребенка более здоровым. Эти все консультации, конечно же, внутри вот этой вот акции, они могут получить у специалистов нашего города. Зачастую это лучшие специалисты города выезжают на эти акции. Развитие педиатрической помощи в нашем крае, в нашем городе – это безусловный приоритет. Кстати, завтра автобус «Здоровье» и профилактическую акцию «Здоровята» будут встречать в Хостинском селе Богушевка. В целом же Сочи может стать постоянной площадкой для проведения конгресса педиатров стран СНГ. На встрече в 2016-м детские врачи поднимут вопрос хирургии.